Идея сыграть спектакль Ещё просят поставить какую-то сказку, но всё-таки Остров Сокровь – это то, что сейчас им по силам по плечу сыграть чувства, серьёзные эмоции, раскачать зал на эти эмоции, им это уже по плечу. Я уже много лет в театре, честно сказать, не знаю, сколько, но я чувствую себя, как мы тут семья вся, и мы все заботимся друг к другу, друг друга любим, помогаем всем. И мы как семья одна большая. Это первый спектакль, когда мы играем реализм, а не сказку. Но я играю человека, кто упал на самое одно жизни. И это очень сложно, но надеюсь, что получилось и людям понравилось. Пираты – это очень прикольно. Это одна из тех вещей, которые детям нравятся, как динозавры. Понятная история. Им нужно найти сокровища. Пираты хотят сокровища, все хотят сокровища. Конфликт лёгкий. И побеждает наш младший герой Джим. В оригинале я не знаю, сколько им лет, тут он ещё меньше. И это прикольно – видеть себя, как маленького героя, который всех спасает. Я помню каждого из них, когда они пришли к нам маленькими, прям очень маленькими, восьмилетними детьми. И сейчас это уже взрослые, взрослые юноши и девушки. Невероятно приятно смотреть, как они меняются, растут. И несмотря на то, что я вижу их каждую пятницу, мы всё равно проморгали в тот момент, когда они стали взрослыми. Мой доктор очень интеллигентный, спокойный и образованный человек в группе не таких уж спокойных и вдумчивых людей. Я вообще не хотел ехать на остров сокровищ. Но меня туда затащили, как судового врача. И в конце концов я сыграл ключевую роль и спас Джима из рук пиратов. Очень приятно, очень приятно наблюдать и очень радостно видеть, как они меняются из года в год на сцене. Насколько серьёзнее и глубже становится их работа, актёрская работа. Насколько вдумчивее они относятся, насколько их подход изменился к работе над ролью. Какие вопросы они задают во время работы. Я больше играю Джима, но есть моменты, где я есть я. Потому что некоторые моменты изображают бедного мальчишку, который всё время помогает маме. А другой момент хитрого мальчишку, который всегда прячется от пиратов. Бывают такие моменты, когда актёр подходит и говорит, я не понимаю, что ты от меня хочешь. Я не чувствую разницы. Но когда приходит момент выйти на сцену, эта разница, то, что я пыталась донести, она каким-то образом распускается, как цветок. И ты видишь, да, вот это Билли Бонс. Это отъявленный пропойцией бандит. А вот это капитан. Это две совершенно разные роли. Два совершенно разных человека сыграны одним юным ребёнком. Остров сокровищ — это спектакль, где есть и для мальчиков злодеи, пираты, и для девочек благородные джентльмены. И поэтому я считаю, что этот спектакль и для взрослых, и для маленьких, и для девочек, и для мальчиков. Очень сложно, конечно, в нашем сухопутном месте, как Калгари, найти какой-то такой реквизит, который для морской темы важен. Бочки, ванты, мачты, флаги. Но, тем не менее, нам это удалось. Мы нашли всё, что необходимо выставлять на сцене, необходимо для того, чтобы люди поверили, что это действительно корабль, что это действительно море, и что это действительно остров сокровищ. Декорация — это именно то, что делает спектакль живым. То, что мы видим на сцене, мы стараемся, как зритель, прожить это. Вот эта вся красота, она создана простыми людьми, которые, знаете, они энтузиасты своего дела. Для них это жизнь. Без танцев было бы очень скучно, и особенно музыка, и танцы делают всех таких веселее, весь спектакль намного веселее, интереснее. То, что без танцев было бы очень скучно, ну, и неинтересно, а танцы, нам можно расслабиться, просто танцевать, как хотим. Я играю слепого пью, и ощущение от этой роли — это то, что ты как бы могущественный, но ещё у тебя есть большая и открытая слабость, и это глаза. Ты должен командовать всеми, и ты почти что ничего не можешь сделать сам, как пират. И мне жаль, что мы не нашли сокровища. Но, с другой стороны, история бы получилась совсем по-другому, если бы мы их нашли. И я рад, что Джим приложил к этому руку. Я думаю, что пиратов надо бояться, потому что они кровожадные люди, и они готовы обмануть любого для своей выгоды. Эта история научила и зрителей, и нас, что в любой безвыходной ситуации есть выход. И это надёжные люди. Это то, что сокровище будет к вам приходить снова и снова во сне, потому что это такая классная история. Сильвер будет обманывать и хитрить их налево и направо, пока он не достигнет своей цели — сокровищ. Мы пробуем показать зрителям, что они — часть нашей сказки, что они вместе с нами на сцене. И не только на сцене, но на самом острове. Что они видят нас, как мы видим, и копаем, и ищем эти сокровища. Они вместе с нами. Поэтому есть смысл отправляться с нашим театром в любые путешествия. У меня минимум три роли, три-четыре, может даже пять. У меня два слова. Два. Мне кажется, я бы могла больше сказать. У меня есть что сказать. Безобразие, что меня так заткнули, можно сказать. Многие мечтают выйти в море на корабле, а здесь, в театре, нам вот это уже удалось. И мы с удовольствием смотрели с моим другом-попугаем этот спектакль и радовали за себя и за зрителей. Спасибо. Спасибо.